Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, в настоящее время хорошо известно, что малигнизированные клетки обладают способностью к реализации разнообразных молекулярных механизмов, ингибирующих или модифицирующих противоопухолевый иммунный ответ. И эффективность иммунотерапии, направленной на его коррекцию, может быть зависима от биологических свойств опухоли. В настоящее время в литературе каждый год появляется очень много публикаций, посвященных проблемам преодоления локальной и системной иммуносупрессии, индуцируемой опухолью, с целью повышения эффективности клеточной иммунотерапии. И вооруженные новыми знаниями, мы решили по-новому оценить отдалённые результаты клинических исследований первой-второй фазы по изучению вакцинотерапии аутологичными опухолевыми клетками, модифицированными геном таксим при меланоме кожи и ракой почки, которые проводились совместно с Институтом биологии гена РАН с 2001 по 2013 год. Технология приготовления вакцины заключалась в дезагрегации опухолевого материала, полученного интеримперационно, культивировании опухолевых клеток, определении их свойств, продукции иммуносупрессивных факторов и экспрессии опухолеассоциированных антигенов. Затем производился подбор индивидуально для каждого пациента условий трансфекции с помощью репортерных генов, осуществлялась трансфекция гена таксим с помощью липосом и производился анализ экспрессии введённых генов с помощью иммуноблотинга. Затем трансфицированные опухолевые клетки облучали с целью блокады пролиферации и вводили больному подкожно-паравертебрально. Обязательно вводили в контрольную точку немодифицированные облучённые опухолевые клетки и следили за развитием так называемого байстендеровского эффекта, когда реакция гиперчувствительности замедленного типа развивалась не только в области введения вакцины, но и в области введения немодифицированных опухолевых клеток. Результаты на 2005 год были опубликованы и в это пилотное исследование вошло 17 больных меланомой кожи, 4 раком почки. Это были больные с исчерпанными возможностями стандартного лечения, с множественными метастазами в жизненно важные органы. Один больной развил минимальный регресс, 8 больных – стабилизацию заболевания и у 11 наблюдалось прогрессирование процесса. У половины больных наблюдали реакцию гиперчувствительности замедленного типа в ответ на введение вакцины. И на тот момент результаты лечения были достаточно скромные. Но тем не менее наблюдались отдельные клинические случаи очень успешного эффекта после применения данного вида клеточной генотерапии. Разрешите представить вашему вниманию один такой клинический случай больной 43 лет с диагнозом меланома кожи левой голени, у которой была иссечена опухоль, но затем наблюдался метастатический процесс. Метастазы были выявлены в бедренных лимфоузлах. Была снова проведена операция. Операционный материал использовался для получения культуры опухолевых клеток и создания вакцины. Больная получила 18 введений генободифицированной вакцины, в том числе в сочетании с ранколекином. И на протяжении всего процесса лечения наблюдали развитие реакции гиперчислительности замедленного типа. У больной развивался байстандровский эффект, отмеченный желтым на графике. И в области контроля, куда вводились немодифицированные опухолевые клетки, была сделана биопсия, где был выявлен значительный лимфоидный инфильтрат, где выявлялись CD3, CD8, CD83 клетки. И вот интересно, что последние годы активное изучение белка таксема в институте биологии гена показало, что этот белок в комплексе с белками теплового шока или метастазина протеина С100А4 вызывает направленную миграцию лимфоцитов и НК клеток. Таким образом, наличие вот этого лимфоидного инфильтрата теперь может быть объяснено. И в процессе лечения, когда регистрировалась реакция ГЗТ, в какой-то момент исчезает байстендровский эффект, исчезает полностью реакция ГЗТ. Это ассоциировано с падением содержания CD8 и CD16 клеток в периферической крови пациента. И в этот момент выявляется рецидив заболевания в мягких тканях. Рецидив истекают, снова получают культуру опухолевых клеток и делают новую вакцину. Дальнейшее использование этой вакцины приводит к восстановлению ГЗТ и появлению байстендровского эффекта, что сопровождается с восстановлением содержания периферической крови CD8 и CD16 клеток. Изучение опухоли ассоциированных антигенов, которые выявлялись иммуногистохимически в опухоли, показало, что первая культура, полученная из паховых лимфоузлов, экспрессировала все изучаемые антигены, так же, как первичная опухоль. А вот вторая культура, полученная из рецидива опухоли, уже практически потеряла все изучаемые антигены. В ту эпоху могли смотреть дифференцировочные антигены в основном и некоторые раково-тостикулярные, такие как НИИСО и антигены семейства МЭЙДЖ. Но, тем не менее, получена такая клиническая картина ускользания опухоли от иммунного ответа. И больная получила 19 введений новой вакцины, затем еще 13 введений вакцины нового поколения, логенной вакцины, модифицированной геном ТАКСЕМ. И клинический эффект на июнь 2018 года – это отсутствие прогрессирования. Больная чувствует себя прекрасно, ведет активный образ жизни, никакого другого лечения она не получала. Подобные клинические случаи надлазкнули нас на мысль посмотреть, может ли клинический ответ зависеть от свойств опухолевых клеток, которые достаточно длительно изучаются в нашем отделе. И мы остановились на изучении четырех иммуносупрессивных факторов. Это легант активационного рецептора НК-клеток и цитоксических таллимфоцитов МИКЕЙ, трансформирующие фактор роста β1, интерлекин 10 и сосудистоэндотелиальный фактор роста. В процессе клинических исследований уже мы смотрели содержание МИКЕЙ в сыворотке крови пациентов и видели, что пациенты, которые отвечали на лечение, у них содержание МИКЕЙ не менялось или уменьшалось, а у пациентов, которые прогрессировали, у них содержание МИКЕЙ возрастало. И точечные измерения МИКЕЙ в супернатантах культивируемых опухолевых клеток, используемых для приготовления вакцин, показали связь с тем, как больные отвечали на лечение. У больных со стабилизацией заболевания эти показатели были ниже, чем у больных с прогрессированием процесса. Аналогичные результаты мы получили, исследуя ТГФБТ-1. В плазме крови больных количественное содержание этого фактора было ассоциировано с стабилизацией или прогрессированием заболевания, а культуры опухолевых клеток, меланомы кожи, рака почки, рака предстательной железы синтезировали гораздо больше этого фактора, чем, скажем, культура нормальных фибробластов кожи человека. Подобные результаты были получены также при изучении продукции интерлекина 10-го и сосудистого эндотелиального фактора роста в культурах опухолевых клеток больных. И в 1918 году мы произвели оценку общей выживаемости больных меланомой кожи и рака почки, получавших вакцинотерапию на основе аутологичных опухолевых клеток, модифицированных геном ТАКСИМ, в зависимости от продукции опухолевыми клетками иммуносупрессивных факторов. На уже количество больных, которые были включены в исследование, составило 88 человек. Лечение получили 80 пациентов в адювантном и лечебном режиме. Это были больные с далеко зашедшими 3-4 стадии, с множественными метастазами в жизненно важных органах. И 10-летняя общая выживаемость всех больных, получивших данный вид клеточной генотерапии, составила 25%. Для построения прогностической модели в зависимости от продукции опухолевыми клетками иммуносупрессивных факторов, больные были разделены на две группы с достаточным и недостаточным эффектом лечения. Под достаточным эффектом понимался полный регресс, частичный регресс, стабилизация заболевания более 6 месяцев для лечебного режима, безрецидивная выживаемость более 12 месяцев для адювантного режима. Больные с недостаточным эффектом – это были больные с прогрессированием заболевания, стабилизацией заболевания менее 6 месяцев и безрецидивной выживаемостью менее 12 месяцев. И медиана общей выживаемости для больных с достаточным эффектом составила 10 лет, с больных с недостаточным эффектом – менее полутора лет. Интересно то, что при оценке продукции иммуносупрессивных факторов, культивируемыми опухолями клетками больных, оказалось, что у больных с достаточным и недостаточным эффектом существуют сосисически значимые различия для всех исследуемых факторов. И было построено 4 прогностические модели. Три из них были исключены на основании точности предсказания. И прогностическая модель по содержанию микей позволила определить пороговый уровень 582 пикограмма на миллилитр, выше которого все больные были с недостаточным эффектом и составили группу неблагоприятного прогноза. Общая выживаемость больных, получавших данный вид генотерапии, в зависимости от продукции опухолевыми клетками микей, показала следующие результаты. Медиана общей выживаемости больных с благоприятным прогнозом составила 6,6 лет, а больных с неблагоприятным прогнозом составила 4,6 месяцев. Необходимо отметить тот факт, что в тот период, когда было инициировано данное клиническое исследование и проводилось, тогда еще не существовало клинического применения ингибиторов контрольных точек современных таргетных иммунотерапевтических препаратов. В настоящее время такие препараты, как эпилюмумаб, пемпролизумаб, неволюмаб, их комбинации зарекомендовали себя для лечения метастатической меланомы кожи. Однако в настоящее время еще нет данных по 10-летней выжимаемости пемпролизумаба, неволюмаба. Есть данные в литературе по выживаемости 10-летней больных, получавших эпилюмумаб. И мы позволили себе сравнить наши данные с данными по эпилюмумабу, и оказалось, что общая выживаемость больных, получавших эпилюмумаб, составила 17% за 10 лет, а у нас выживаемость всех больных меланомой кожи, которые получили вакцину, модифицированную геном ТАК-7, составила 22%. А если мы берем группу благоприятного прогноза, то эта цифра возрастает в два раза и составляет 42%. Таким образом, можно сказать, что данные по применению генотерапии на основе гена ТАК-7 сопоставимы с данными по применению современных таргетных иммунопрепаратов. Таким образом, видимая зависимость клинического эффекта от продукции опухолевыми клетками иммуносупрессивных факторов подтверждает возможность их использования в качестве предиктивного маркера. И полученные данные инициировали новую волну исследований. Сейчас совместно с Институтом биологии и гена началось исследование опухолей больных, которые получали данный вид лечения, пережили 15 лет. Планируется проведение полногеномного секвенирования для того, чтобы более полно ответить на вопросы, которые ставят это исследование. Большое спасибо всем участникам исследования. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Пожалуйста, кому угодно задать вопросы. Пожалуйста, Николай Николаевич. Ну хорошо, вы выяснили, что Миккей ответственен за сильную иммуносупрессию. В принципе, в этой группе больных все идет очень плохо. На Ваш взгляд, как теперь дальше быть? Куда двигаться в отношении этого маркера? Ну вообще, то, что легант активационного рецептора цитоксических теллимфоцитов и НК клеток Миккей оказывает подобные эффекты, хорошо известно достаточно давно, потому что если эта молекула сидит на клетке, тогда все хорошо, но опухолевые клетки гиперэкспрессируют этот легант, который за счет протолитического шейдинга слущивается с поверхности клеток, попадает в микроокружение, попадает в кровоток, и там уже взаимодействие с активационными рецепторами блокирует активность теллимфоцитов. Получается, что эта реакция развивается системно. Какие клинические мероприятия провести для того, чтобы убрать повышенное содержание этого леганда из периферической крови? Ну, это, наверное, ответят уже клиницисты. Возможно, наверное, делать плазмоферез или, не знаю, использовать какие-то специфические иммуноколонки с иммуносорбентами, но освобождение, так сказать, удаление из периферической крови этого леганда, наверное, улучшит иммунологические реакции в организме. Спасибо. Еще есть вопросы? Да, пожалуйста. Механизм его действия. Механизм действия чего? Леганда? Да, вот это у меня. Но этот легант, он, собственно говоря, наряду с многими молекулами, которые участвуют в этом процессе, находясь на поверхности клетки, он, так сказать, инициирует реакцию ацетоксического теллимфоцита с клеткой, и, так сказать, дальше наблюдается умирание этой клетки. Так он провоцирует токсическое действие или блокирует ее? Нет. Если он сидит на клетке, он участвует в процессе распознавания и в процессе убийства этой клетки. Если он просто находится в растворимой форме в крови, он соединяется, опять же, с активационным рецептором распознающим и блокирует его, теллимфоцит не может его использовать дальше. Как декой. Это один из таких достаточно известных механизмов ускользания опухолевой клетки от реакции иммунной системы.